Куда нажать то еще? Помогай мне, Володенька Куда нажать то еще? А все у вас нажато уже Все, слышали, здорово были Это я тут запутался Мне разговаривать приходится Тут с одним познакомились Он на меня вышел Я не знаю, у вас он может бывал Его звать Юры Соболев Я смотрел видео Вот, ну и вот мы с ним И вот это он мне от Кураева подкинул Что Кураев-то говорит Ну вот видишь, как у нас с Сергеем-то дела-то пошли Молитвы? Да я радуюсь, радуюсь прям Я так понял-то, я чувствую твое настроение просто Я же как, я же с ним общался-то по скайту Я видел твое настроение, что учится человек все-таки Ну слава Богу, что произошло такое У меня вопрос есть некоторый на технике Давай Я вот По поводу Значит, прям такой насущий вопрос Прямо житейский Есть семья Вот То есть полноценная верующая семья Такие адекватные люди Жена собирается, оставляет мужа, младшего Забирает сына и принимает посты Вот, то есть уезжает и живет рядом с монастырем Есть ли какие-то каноны по этому поводу, что жена оставляет мужа Конечно есть Анкирский собор категорически запрещает это Если она так сделает, она проклятая Она под анафему попадает в церковную Ты хорошо, что ко мне позвонил Попы-то не знает этого Ну я тебе сейчас В данный момент я могу Постой маленько Сейчас я посмотрю Минуту монашества Сейчас, подожди-ка я Какая-то Возьму Вот Книга правила Это надо знать просто У меня книга есть Вот она моя книга Как называется Тебе видать? Да, я вижу Вот Эта книга Подарена мне Митрополитом Виталием Так, я не знаю Как правильно Это все видно Не видно, наверное Отсвечивает Луками Очень особенно Вот так Даже можно прочитать, наверное, да? Да, можно читать Да, все нормально Ну вот Ну тогда Придется подождать Маленько Говори пока Я буду слушать Что есть Я одновременно Я буду смотреть По второму каналу Буду работать У меня что еще Вы Начали тему Обсуждать По поводу Десятины Я пока не трогаю Специально Когда там вылезут Достаточно сильные Противники И тогда я скажу Это все нормально Я выставил Эту тему Ну это да Это я Смотрел у вас На форуме Тему Да, да, да Ее было Желательно бы еще Вот так Сделать видео Такое То есть Осветить Вот так ее Наглядно По-моему У меня уже Это было Надо посмотреть Я на эти темы Отвечал О торговле Храме У меня ролик Стоит Очень сильный Такой ролик Есть Да Я не видел Но я его найду Я вчера Его смотрел Так Да кажется Сегодня я перетащил Его на форум К слову сказать Надо посмотреть Просто Да Именно так Так Меня еще Надо найти Сейчас погром Найду Минашество Принятие Монашества Никакой Прежний Образ Жизни Не препятствует Христианину Вступать В монашество Дышеный Гоменса Третий Трехлетний Срок Искуса Может быть Сокращен По причине Тяжкой Болезни Вот Двукратный Собор Образ Монашеской Жизни Четвертый Собор Сейчас я найду Имущество Настоятельное Так Как-то это Анкирский Собор Наверное Сейчас Отдельно Надо мне Вскрыть Ты неожиданно Так Это вопрос Задал Я тут Толкуйся Я знаю Что Анкирский Собор Принял Это Правило Я думаю Если вы помните То Можно не искать Я думаю Более Можно Насло О Вопросов Нет даже Вопрос Очень серьезный А серьезный Вопрос Это Почему Ну Потому что Государство Стало Захлебываться Были Отдельные Монастыри В которых Было До 50 Тысяч Человек Гражданских Лиц Было Меньше Чем В монастырях Развалилось Все Оставляли Мужья Жен Жены Мужей Бросали Детей Бросали Бросали Престарелых Родителей По всем Пунктам Отдельные Каноны Были Выставили Сейчас Мне вверх Надо А вот Значит Уезжает От него Оставляет Его Он Живет Наверное Лет Пять Вот В ожидании Ждет Ее Надо Просто Уже Арестовывать И В конце Концов Он Женится Уже Ужасно Понимаете Тут Какой Паутин Просто Страшный Случай Ну да Там Кто-то Ее Руководит Ну Естественно Потом Подсказывает Ее Сейчас Открою Так Тут Еще Немножко Сейчас Мы Посмотрим Так Двенадцатое Правило Ганновского Собора Мы Начинаем Так Пока По-малому Если Кто Из Мнимого Подвижничества Употребляет Суровую Верхнюю Одежду Якобы Отсего Получая Праведность Осуждай Тех Которые Соблаговением Носят Шелковое Одеяние Употребляют Общее Обыкновение Принятую Одежду Да Будет Подклятвую Дальше Тринадцатые Правила Если Некая Жена Ради Мнивого Подвижничества Переменит Одеяние Вместо Обыкновенной Женской Одежды Обвечется Мужскую Да Будет Подклятвую Это Проклятие О Четырнадцатое Правило Если Какая Нисть Жена Оставит Мужа И Отойти Восхощет Гнушаясь Браком Да Будет Подклятвую Четырнадцатое Правило Гангского Собора Где-то Записать Бы Надо Это Видео Есть Это Достаточно Дальше Если Кто Детей Своих Оставляет И не Питает И не Приводит По возможности К подобающему Благочестию Но под Предлогом Отшельничества Не родит О них То есть Не заботится Да будет Подклятвую Подклятвую То есть Под проклятием Если Какие-нибудь Дети Под предлогом Благочестия Оставят Своих Родителей Особенно Верных И не Воздадут Подобающей Чести Родителям Да Будут Подклятвую Да Впрочем Право Верия Да Будет Ими Соблюдаемо Предпочтительно Если Какая-нибудь Жена Ради Мниво Подвижничества Отряжет Свои Волосы Которые Бог Дал ей Напоминание Подчиненности То Таковая Как Нарушающая Заповедь Подчиненности Да Будет Подклятвую Если Кто Ради Мнимого Подвижничества Постится Воскресный День Да Будет Подклятвую Если Кто Из Подвижников Бестелесной Нужной Кищасть Разрешает Посты То есть Нарушает Преданные К общему Соблюдению И хранимой Церковью Пребывая Притом В полном Разуме Да Будет Подклятвую Ну Что По-моему Правило 14 Как раз Подходит Сюда И вот Церковь Приняла Больше Не нужно Я потушу Его Ну Да Ну Да Все Тогда Мне Оно Не нужно Здесь Я гляжу Правильно Мне Нужно Вот Так Я Вышел Сейчас Подожди Еще раз Это Посмотрю Вот Как Он У меня Здесь Ну Вот Скайп Нормально У меня Сейчас Получилось Значит Муж Женой Оставляет Ради Мнимого Подвижничества Его даже Не называют Подвижничеством Не монашеством А мнимым Как сегодня Любит Говорит Псевдо Православие Ни под Каким видом Ни детей Оставлять Ни родителей Но Предпочтительное Там Слово Написано Предпочтение Это означает Что они Будут Говорить Так Или Мы Или Уходи Ты Со Своим Богом Тогда Ясно Дело Они Сами Избрали Такую Участь Кто Любит Отца Или Мать И Не Возновить Отца И Мать И Достоин Меня Если Не Было Эти Правил Тогда С Разговаривать Было Труднее Но Тех Которые Постригают Ее Сейчас Думают А Они Все Попадают Под Клятву Даже Тот Кто Ее Принимает И Монаша Свою Недействительное Проклятие Какой Замкнутый Круг Получается Он Сейчас Женился Он Попадает Под Какой Проклятие Она Его Оставила А Он Женился Блудник То Попадает Он Конечно При Живой Жене Говорит Если Выйдет Женится Или Жена При Живом Муж Выйдет Замуж Это Кажется 6.39 Римлянам И Говорит Называется Прелюбодейка А Если Умрет Свободно Выйти За Кого Хочет Только Господи Я Цитирую Твою На Память Ну Вот И Значит Что Вы Загрешили Теперь Она Считает Себя Свободной Так Как Он Женился То Она Считает Себя Свободной И Он Считает Себя Уже Как Был С Женой То Есть Они Вот Так И Получилось Как Интересно Как Главное Нарушитель Есть Брак Остался Никуда Не Девался Брак Перед Богом И Только До Смерти Супруга Оба Живые Они Брак Считают Недействительным Но Еще Спрашивают Безбожники Такую Собаку За Хвост Да В яму И Вот Это Видео Специально Делают Потому Что Он Уже Как Боится Ну Веру Он Горячо Веру Уже Лет 25 Наверное Он Счастительно Переживал За то Что Она Ушла Говори 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 Так Сейчас Не Надо Ничего Говорить Я Очень Занят Пока Не Звони Сюда Так Слушаюсь Сергей Вот Я Обязательно Дам Это Видео Ну А Что Сейчас Уже Не Сделаешь Ничего Как Быть Быть То Очень Просто Она Не Возвращается Ему Этот Брак Развестись И за То Что Был В Блуде Отлучается На Семь Лет Будет Ходить Церковь И Не Причащаться Все Это Тоже Вопрос Решенный Впал В Блуд Другого Вообще Толкования Нет А Если Дети Завелись Дети Были Нет Вот Сейчас Допустим Она беременная Ходит От Блуда Нажитая От Блуда Нажитая Дети Так И Осталось Тут Спрашивать Не О чем Но Если Незаконный Брак При живой Жене Он Женится Называется Прелюбодея Значит Дети Нажитые Прелюбодеяния А что А дети То есть Дети Написано Примудрость Соломона Суть Свидетеля Разврата Родителей И Произошло Как Допустим Священник Знал Историю Которую Венчал Вот То есть Он Спокойно Повенчал То есть Не знаю Вот этих Парамонов Ничего Ты где-то Записать Чтобы записали Примудрость Соломона 4.6 Я запомню Мое видео Останется Я Примудрость Соломона 4.6 Написано Ибо дети Рождаемые От беззаконных Сожитий Суть Свидетеля Разврата Против Родителей При Допросе Их Понятно Это Живые Свидетели Того Что Они Поступили Беззаконно И Он Развратник Это Свидетели Еще Более Крепкая Вина У меня Он Как Сердце Рвется Я чувствую Преступление Какое сильное Вот они Совершили И вот у меня Так Я переживаю Я видел И он Тоже Переживает Он Посидел Седой Прям Как Как Так Так Время Старик Стал Ну Зачем Женился Она Ушла Ну И Живи Один Я Не пойму Никак Благодаря Я Я Я Я Проклинаю Ваше Благословение Вы считали, Малахи, Бог говорит, я проклинаю, а говорит Феофан Затворник, человек говорит, что священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, и что будет утверждено? Он прямо спрашивает, Феофан Затворник Говоров. Это дурят просто батюшки, они превысили полномочия, его надо наказывать. Нет, ну получается так, что они вообще не знали каналов таких, и не слышали о них. Послушай меня, однажды я сидел в Синоде в Нью-Йорке, и приехали какие-то люди, видимо, уважаемые люди, а секретарем тогда был епископ Илларион Капрал, который сейчас первосвятитель зарубежной православной церкви, Ну вот сейчас, когда его избрали, там мира ему посылают, он под патриархом этим, без патриарха-то они как бы, ну соединили, как они считают уже. Он именно из этой, которая признали, фанатический акт общения-то. Ну и, а я сижу рядом, напротив, за столом-то, и слышу разговор-то, я хорошо тогда слышал. Ну они вышли, он так сидит и как мне и говорит, знаешь, вот видишь как вот, я виноват оказался, и что-то там такое, я не помню даже. Я говорю, а почему вы им не ответили, это вот так? Это епископ, секретарь Синода. Я говорю, а правила-то Антиохийского собора и Ладийкийского, Антиохийского, там 15-го, Ладийкийского, говорю, 44-е правило, оно говорит вот так. Да вы что? Он книгу правил берет, посмотрел, правда, а ну завейте их, которых, а те-то победители, вышли они там уже, это, в прихожие-то. Он завел их и говорит, нет, я тут не виновен, и поэтому вы проиграли теперь, ясное дело, иначе по канонам вас просто отлучать будут-то. И они сразу сникли голову, говорят, между ног и до свидания. Он говорит, тогда никуда не уходи, сиди здесь на меня рядом, вы еще наизусть знаете все правила. Но я говорю, какая моя вина в том, что я знаю? Я перевел эту книгу на русский язык, составил симфонию, я три года занимался правилами. Меня считают великим канонистом по канонам. И недавно меня как раз обвинили за нарушение канона якобы, ты знаешь, как это было-то. Ну и другие заходят, они начинают говорить, и то другое-то. А я ему сразу отвечаю, это первый вселенский собор, правило такое-то. Он никогда не встречал того, что правила так знают. Ну и мы тут вообще. А потом я и спрашиваю его попутно, я говорю, а вы вроде бы мне говорили, что у вас баптисты есть? Конечно. Он меня посадил, и мы километров за 200 поехали на диспут с баптистами. Он тогда-то епископ только был. Я просто так сказать, он очень добрый человек. А с этими, ну вот так правила, они их не знают. Священники вообще правила не знают. Я еще в своей жизни не встретил ни одного священника, который знает канонические правила. А вот эта книга правил, которую я показываю, это вот она. Она должна, ну она в меньшем размере, они ее выпустили. 70 лет не была выпускаемая. А при рукоположении они должны получить ее. Ни у кого ее нету, не было. Я от руки перепечатывал, а потом насчитал голосом на русском языке. И те года насчитанные, она у меня стоит на моем сайте. И насчитанный голосом вот эта книга правил, но она же не маленькая. Вот какая книга-то большая? Это сколько же страниц-то здесь? Ну, считай, что 340 страниц. Формат большой, я прикидил. Вот. И я ее все насчитал. Насчитал, а она насчитанная стоит. Так что любой может зайти на наш сайт, к истине один народу, и его скачать книга, правил там так и стоит. Вот такая, брат, история-то. Да, сложно. Ну, опять же, при решении вот таких вот вопросов, сложных вопросов, как священники, к чему они обращаются, к каким источникам, чтобы решать вопросы? От собственного чрева написано, от чрева своего. Они как чревовещатели. Об этом тоже Библия говорит. Исайя, 5 глава, 20 стих. Потом посмотришь. Если они говорят не так, а слово Божие, нет в них света. Все. Если вам это непонятно, я привожу два места. Первое Коринфянам, 7 глава, и Кремлинам, 6,39. Он говорит, что если при живом муже выйдет замуж, называйся прелюбодейцем. Ну, а вывод какой? Ну, если муж женится при живой, прелюбодейцем. Нет другого правила. Никакой сложности в этом вопросе нет. Бывает более сложное. Вот сложно я знаю, какие вопросы. Они оба детдомовские. Были в разных детдомах, а потом встретились. И когда уже встретились, повенчались в церкви. И вдруг узнали, что они находятся в кровном родстве. Вот это вопрос. И она беременная уже. Кошмар. Кошмар. Да кошмар-то какой. А правило остается тоже. Развестись. Дитя воспитывать вместе. А дальше будет. Это время пребывали как при рыбодеянии. Но тут дается уже эти 5 дня по низшему сроку. Если ей 12 лет, ну могут дать, допустим, 5 лет. А она невиновна. Ну, не имеет значения. Правила канонические гласят так. Вот, допустим, я женился. Она у меня законная супруга. Ну, она умерла. Авария какая-то случилась там. К примеру, говорю. Дай Бог ей здоровья. Ну, а мне-то что? 20 лет еще нет. Я женюсь второй раз. Она умерла. Меня венчает священник. Но правило священник не имеет права у меня быть на пиршестве. А она с ней сразу отлучает на 2 года. Спрашивается, за что, когда у меня законный брак? По слову Божию. Я не нарушил ничего. Но я не могу сказать, что правило плохое, потому что я православный. Я понимаю, как Василий Великий правило написал, сам написал и говорит, правило это несправедливое. Но пока по-другому нельзя. За один и тот же грех женщину на 12 лет отлучают. Вот за прелюбодеяние. А мужчину на 7 лет. А какая разница? Перед Богом-то. Но так как матриархат сильно восставал, видимо, так и надо было. Но правило, может быть, можно было подровнять как-то. Хотя бы, ну как-то. Я так думаю. Но я православный и вопрос снят. Вот как. Я так должен отвечать. Я православный. Этим сказано все. Я принял все. Я не могу ни против одного правила восстать, если я не вижу в нем противоречия Слову Божию. Когда нарушение, не просто противоречие. Да. Я очень углубляюсь, чем глубже. Вот познаю вас. И вот, как говорится, ваш Слово. У меня волосы. Вот шапка поднимается. Я же тоже не знал ничего подобного. Даже не слышал об этом ничего. Но ты попал в нужное место и в нужное время. И вот теперь жена эта пошла. И в это время обвалилась там, допустим, погреб. И балка ударила ее, убила. А мне только 22 года. Церковь разрешает третий раз жениться. Ну, у меня очень хорошая знакомая, близкая. Она просто жила со мной. И меня церковь повенчает. Но повенчает без венца. Венец дается за сохранение девственности. Повенчали, и сразу обоих отучают на 5 лет. Интересно. А четвертого брака нету. А написано, что расперепевшая. Расферепевшая, если она в 60-летнем возрасте решила, там, проще. Ну, такие. Четвертого брака нет. А Ивану Грозному, значит, 6 браков при живых женах. А теперь святые его лепят тирана. Правило для всех. Царь ты, живой ты, полуживой, не имеет значения. Никакого. У церкви очень мудрые законы. Вот один из законов. Жена впала при любодеянии. Впала, вот как Григорь, это, Феодора Цареградская. Ее мужчина просто обольстил. Говорит, а мы в сарае, там темно, Бог не увидит. И она поверила в это. В сарай-то ей не видать. Как говорит, мы сметану ездят, мы божничку там, шторкой всегда задернем, говорит. Чтоб боженька-то не видал-то. Ну, а потом она пришла в разум. Ну, что, Василий Новый у нее заступник-то. Она стала молиться, каяться, плакать. Но она уже ясно делала, что статус-то у нее другой какой-то у Варвары Лыковой-то. Нашелся там один дуралей-то ей. Потеряла девственность. Ну, а дальше-то как жить? И вот каноны говорят, она идет на исповедь. Священник ее должен отлучить на 12 лет. А отлучить ее, значит, она должна выходить. Отлучение это 4 ступени. Первая. Самая первая ступень, плащущая. Делится 12 лет, это выходит по 3 года. Трижды 4-12. Три года она должна стоять на улице. Дождь, снег ее. И не пропускать ни одного богослужения. Три года прошло, но срок этот, если у нее большие слезы, епископ видит, она просто рыдает. Одна треть может быть, ну как, дословно устрочное освобождение. Бывает же это. У человека за хорошее поведение он попадает под амнистию. Но на половину срок никто не может сбавить. Только одна треть. Ну понятно, что такое. Три года было, осталось два. Вот. Вторая, значит, у ней припадающая. Точно так там она заходит, может молиться, скланяться. Как оглашенная из-за дети, она выходит. Третья, значит, слушающая. Она вплотную уже подошла. Три года стоит прямо со всеми вместе. Оглашенная из-за дети, она выходит. И четвертая ступень купно стоящая. Купно. То есть вместе. Она стоит три года. Оглашенная из-за дети, она не выходит. Но прищищаться еще нельзя. Я все думаю, какая мудрая наша мать церковь. Как она это все обдумала. Но она покаялась перед священником. И говорит, батюшка, ну теперь-то я буду выходить. Муж-то у меня не особенно такой, не всегда приходит. Вы знаете. Но он же заметит, что я выхожу-то. Он древнивый, он меня сразу убьет. И церковь приняла правило. Она не выходит. Как при любодельке. Она стоит вместе со всеми. А когда она прищищается, не прищищается, муж не знает. Ради ее спасения церковь сделала комментарий. Но щадящий режим. Но самое-то главное, она отключена от тела и крови христовой. И смотря по тому, не просто срок отбывает, а как человек плачет. Ну а допустим, вот, ну, отлученный, заблуд, а потом где-то, говорит, грохнулся головой-то и при смерти. А ему, допустим, 12 лет. Если убийца, 18 лет. Ну, на другое, после, как наложили на нее пяти минуты, 18 лет не прищищается. Это убийца. Или там волшебник. А теперь в барокамере, поломанной позвоночнике, пришел сознание. Теперь прежнюю жизнь пересматривает и кается. Священник приходит его, исповедует и прищищает. А у него все пошло на поправку. Он остался живой и лежит. Лежит нормально, иконы пишет, что угодно делает. Но ходить-то не может. Независимо от здоровья, он выздоровел. Смертная тень отступила. На него эти 18 лет снова ложатся. Он причастился ради смертного случая. Я еще раз вижу, какая церковь мудрая. Я о всех правилах могу сказать, великая мудрость. И никакого труда в этом нет. Который, я сказал, там родство какое, возить дело посложнее. Ну, бывает так. Человек маленький был крещеный, а его сдали где-то в детдоме, увезли, украли, там мамлюком сделали. А он потом вернулся, я там был. А крещен, не крещен, он не знает. В случае, если абсолютно не может он узнать, крещен или не крещен, свидетелей нету, тогда 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Гласит, если ты не уверен, то обязательно прими крещение, да не будешь лишен таликой благодати. А священник, когда крестить будет, будет говорить, а еще не крещен. А ну, вы второе, он же покрестился. А это не повредит. Святые отцы это очень хорошо подумали. А если ты не будешь крещен, надеясь, что у тебя там было, а его там не было. Капут тебе. Вот и все. У меня вот этот вопрос прям горел. Я так еще лет, наверное, 6 или 7 назад. Я у вас спрашиваю. Я говорю, ты мне скажи, меня погружали или меня это самое обрызгали? Она говорит, я не видел, я не знаю. И вот я как раз спрашивал в то время, когда я тоже приходил ко мне, вот этот брат приходил, я говорю, ладно, это что делать-то, глянь. Мне кажется, что я не крещен. Почему? А вот прям дух во мне такой загорелся. Я вот не крещен. И спросить не упустишь, как мне быть, что делать-то? Ну, ты спрашивай, я тебе отвечу. И как? И что мне делать? Ну, так это вопрос? Ну, и вопрос. У меня нет уверенности, что меня покрестили. Я все понял. Так мне нужно, чтобы это прозвучало, как вопрос ко мне. Чтобы я не наверил тебе это. Ну, вопрос такой. Все. К истинному православию у меня книга есть. Ты знаешь. Вот она на сайте стоит, в раскрытом виде, на сайте. Там говорится об этом очень подробно. Ни о каком кроплении речи нет. Крещение переводится по гружению, баптисмос. Другого нету. И только в трех случаях разрешается обливать. Обливание, значит, раздеты. И три раза его облить. С ног до головы. Хоть он поломанный лежит какой-то, после аварии, они назывались клиники. Клиническая смерть. Даже рядом стоит. Во имя отца, ведро. Во имя сына, ведро на него, там сколько. Где это разрешается? В первую очередь, там, где он никак, никаким образом не может быть погружен. Это болезнь на смертном адре. Его нельзя шевелить. Ну, к примеру, сказать, как ваше. Но не пока... Это тогда применяется обливание. Второе. В тюрьме он не может выйти. И потом церковь добавила третий случай. В плену у татар в степи. В плену и нигде воды рядом нету. А у него беда какая-то или что-то. Разрешается обливанием. Крапления нет такого. Ни в одном каноне. Ни в одном. Ну, а раз нету, вопрос не снятый. Во сколько людей ушло крапленных таких? Их же ушло миллиарды. Когда я начал этой темой заниматься, давай помолчим полминуты хотя бы. Это креста по миллионам, по миллиардам, о которых ты говоришь. Когда я начал этой темой заниматься, я пришел в ужас. Вот этой фразой. И чтобы вот это сказать мне, я по пальцам могу пересчитать, сколько людей дошли до той мысли, которую ты сейчас высказываешь. А батюшка лучше нас знает. Нет, оба упадут в ямы, слепой слепо ведет. Вы не забывайте это. И когда я начал эту тему и доказал, и выпустил первый раз материал, на машинке печатал, мне казалось, сейчас люди узнают, они разнесут попов на клочки. Не тут-то было. Народу нравится это, как пророк говорит. Они одобряют, питаются грехами народа, и народу это нравится. Они доверяют батюшкам, а им доверять нельзя. Они не знают закона, ни Божьего, ни соборного, никакого. А относительно соборных, второе правило Шестого Вселенского Собора называют трубы Духа Святого. Хочешь вер, хочешь нет. Конечно, это не Слово Божие, но такое у них было изречение накладывается на всех. Что делать? Наше дело возвестить. Я до того скорбел, я думал, умру от ужаса. Но представь себе, я даю доказательство, что должно быть полное погружение 136 свидетельств. Что туда входит? Все из Библии, все, что было прообразом, все, что есть в Канумах, все, что есть в житиях святых, это 1173 жития, и из патристики, патрология мини. Это все творения святых отцов, это 300 томов. Как? Давит? Нет на мозги? Да. Все. Я еще ни разу, нигде не встретил, которые приводили бы эти доводы, зная их. Но могу показать сон мы тех, которые против вас стали. И поэтому их назвать нельзя не православными, никак, только волки во вещей шкуре, во вещей одежде. Лютые, при том, волки. Я говорю, вы что можете сказать? А как тогда наше крещение вы не признаете? У вас второе написано верою во едино крещение? Я говорю, так вы верите, что едино крещение? Ну как так? Мы символ веры читаем. А где оно крещение? Едино это. Вы согласны, что в переводе с греческого слова крещение, баптизантос, везде на всех языках стоит погружение? И только в русском языке, в славянском, взята страдательная форма от слова крест, крещение. То есть с принятием Христа я добровольно беру его крест. Во всех переводах стоит перевод. В немецком языке тауфон, баптизм, в английском, в греческом, в оригинале везде слова погружение. Другого перевода нет. Вот и все. Я священнику задаю вопрос, такой был у меня батюшка один. Я задаю по поводу крещения. Я говорю, батюшка, ну как же быть вот канун, ты есть? А он мне отвечает так. А канун это от кого? От людей. А где ты в голове просишь, чтобы погружение троекратное? Хорошо. И все. И все. Давайте посмотрим. Сколько раз слово крещение говорится? Один момент. Где в этом говорится? Буквально одна минутка, я уже вам отвечу. Мне надо взять Библию сейчас. По всей Библии сейчас. Быстро-быстро отвечу. Так. Сколько? 25 раз. Как? Мимо? 25 раз говорится о погружении. Ну, в Завете. Ему что, не по мозгам? Это столько раз встречается слово крещение. Еще раз повторяю, другого перевода нет. Ни обливание, ни кропление. Погружение. В оригинале стоит погружение. Спросите любого немца, скажите, у вас как написано? Он скажет, Тауфон. Ты открой словарь и посмотри, Тауфон, погружение. Баптизм посмотришь по-английски. Вот мы говорим, Ян Креститель, от слова крещения. А в английский Джон Зе Баптист. А Баптизмус означает погружение в английском языке. Они волки лютые. И они ответят за каждую душу. Ян Затаус говорит, если одна душа, одна, погибнет по твоей вине, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. А мы добавим, а их гибнут миллионы по их вине. Бешеные волки лютые означают злобные, страшные, свирепые. Откройте слова Режегова и посмотрите слово лютые. Это означает бешеные, свирепые. И о ком говорится, ну, считаем, Деяние 20 глава. Апостол Павел из Мелита в Ефес призвал присвятеров епископа и сказал, из вас самих восстанут говорящие привратно лютые волки. Из вас самих сидящих здесь. А спустя 2000 лет что спрашивают? А что они сделали? Там сплошной волчатник. Вот этот дух переходит на Пасху. Я, допустим, опять же, общаемся по этому вопросу по 10-ти. Как люди настроены, прямо кидаются, вот чувствуешь, по словам даже, кидаются, прямо лодку готова цепиться. Понимаете? не хотят ничего. Ты знаешь, почему? Вы встречались когда-нибудь с ворами? Да, полно. Полно. Так вот, вор никогда не говорит, что украл. Он говорит, взял. Машину, если он угнал, он говорит, прокатился. Ну да, я не... Да, его наркоман не называют, а зовут ботаник. Дело с флорой связано. Вот поэтому они против. Это не они говорят. Вы должны научиться смотреть за человека, кто там его толкает. Откуда-то известно. Из жития святого Мартина. У него был дьякон Бакриций. И он на епископа своего, там, Нонна или Милетий был, он нападал все время-то. И он, а он кроткий такой епископ, то выйдет там погреться-то. А он на него, и дьякон стоит, перед ним кривляется и обзывает его всяко. А он так глаза-то поднял на Бакриция. Смотрит, а там на холме два эфиопа стоят, а эфиоп им называется, знаешь кто, ну, как Лев Толстой, говорит, черти. И они ему оттуда маящат, рожки строят, когда вот так люди-то и показывают, что говорить-то. А он это все передает, а он не знает этого. А этот-то увидел и говорит, что ты делаешь? И потом говорит, знаешь, говорит, Бакриций, придет время, ты епископом будешь. То есть, таких негодяев как раз церковь и ставит. и запомни, против тебя точно так же будет дьякон выступать. Все так и случилось. Они не знают Бога, они не имеют страха Божия. Им только за одного меня не ответить, что они делают. я вышел, ни одного слова нигде не утаил, я им все сказал. Мне вот вопросы всегда задают, а почему именно вы, а до вас почему никто не говорил? Я не могу на этот вопрос ответить, для этого я родился, чтобы вынести эту истину. Вот допустим, канон Андрея Критского читает, я говорю, вы знаете, что там 502 события библейских он берет и, ну еще не знаем, помилуй мя Боже, помилуй мя. Я говорю, а почему он написал канон? Как почему написал? Ну святой человек и написал. Я повторяю, еще ни одного священника тоже не встретил, но этого есть, тут можно прочитать. Почему он и написал такой канон? Я говорю, а 50-й псалом почему Давид написал? Потому что впал в смертный грех один, прелюбодияния и убил мужа. Помилуй мя Боже, избави мя от кровей, Боже мой, от кровей, кровей кого урия хитиянина, мужа Версавии он убил. Ну да, так написано в предисловии 50-й псалом. А Андрей Критский участник 6-го Вселенского собора и подписал анафию этому собору. Это понятно? А потом он дезавуировал свою подпись, обратился, раскаялся и всю жизнь плакал, как Петр после отречения. И написал вот этот канон. Канон этот это аналог или сказать равнозначен как у Давида 50-й псалом. И поэтому он все вывел 502 события библейских на первую ступеньку покаяния. Это канон для оглашенных. Там для верующих-то ничего нету в этом каноне. Я это говорю еще ни один человек, нигде никто не говорил и не писал, ни в интернете, нигде нету. А мне Бог это открыл. Его нету. Эта миссия возложена на меня открыть это. Я говорю, молитва трех ступеней, вы знаете? почему трех? Я говорю, ну вы библию-то считаете, я разговариваю с попами. Я говорю, первая ступень для всех. На ней баптисты, на ней буддисты, на ней мусульмане, на ней безбожники, все называются прошения. В молитве и прошении открывайте свои желания. Все молятся, дай, спаси, сохрани, пронеси, возврати. То есть просьба. Ну молятся там мусульмане, да молятся, получают, да получают. Вот и все. Вот на первой ступени весь этот канон. Вторая ступень выше идет, называется благодарение. Первое послание в Писании 5 глава 18 стих. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Я верно говорю? Так, за все благодарите. Поэтому я каждый день благодарю Бога за здоровье и за болезни. За тихую жизнь и нападки волков лютых. За все, что он допускает Бог. Довольна ли тебя благодатью моей? Когда Павел просил удалить ангела сатаны, жало вплоть, которое ему уже вдавило, он говорит, довольна? Сколько мне много дано? А это для того, чтобы уравновесить. Меня залезали свои-то, зацеловали. Вот она приходит сегодня, сестра там, одна, другая, все целуют, благодарят и уходят. Я ничего не могу сделать. И поэтому карамысно перевесило, оно неровно идет. Но на ту сторону теперь находятся попыток давить, чтобы меня подровнять. Это все нормально. Я должен за войну и за мир благодарить. Это вторая ступенька. И я поэтому этот псалом, не меняя эти 502 библейских события, я во все припевы вношу элемент благодарности. И третья, высшая хирургинская песня, славословие. Когда ничего человек не просит, мне ничего не надо, я только благодарю. А как? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной вовеки веков аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе Божия. Вот это третья ступень. Мне ничего не надо. Это у буддистов, когда монахи считают молитву, у нас Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. А у них Ом Мане Падбехум. Ом Мане Падбехум. Ты сидящий на лотосе благословен. А потом, когда уже он достигает какого-то уровня Исихасты свои, он выходит и смотрит на звезды, и у него молитва сократилась до двух букв Ом. Первое, он выходит Ом. У православных до двух букв, он только О. Всюду диво, небеса пропадут, слава Божия, а делах руку вещает твердь. И вот третья ступень именно восхищения. Пример. Он, Андрей Критский говорит, согрешила Неневия, и ты прогневался на нее, послал к ней пророка Иону, чтобы он сказал им, что Неневия будет разрушена. И я такой же, я по-русски говорю в свободном переводе таком, в вольном переводе. Помилуй меня Боже, помилуй меня. Ну понятно, я грешник неневитян, это надо считать. Ну а дальше нужно сказать так, я те же слова оставляю, которые не я переводил, не я, которые официально уже выставлены на русском языке. Неневия согрешила, и ты приговорил ее к смерти. Ты посылаешь к ней пророка, который не дает никакой надежды, но милосердие твое велико. Благодарим тебя, Господи, что мы дети твои. и припев благодарим тебя, Господи. И на все 502 события, которые все на покаяние, я их всех возложу на третью, на вторую ступеньку. Третья у меня, третья форма этого канона, написано так. Ты Неневию приговорил к смерти за отступничество и послал к ней Иону пророка. Он не хотел идти, Господи, О, как велико твое милосердие. И царь раскаялся, и скотина постилась, и все тебе воспели ангельскую песнь Аллилуйя, Слава тебе, Боже наш, Слава тебе. То есть все 502 события возвести на третью ступень. У нас, когда люди стали так молиться, что интересно, это самое трудное моление, там сотни поклонов земных, вот, кончится моление, домой не хотят идти, заходят трапезы, сидят поют и поют. Для того удивительно. Вообще, я не видал такого даже. Они не могут как будто, а что это означает? Это благодать. Как Серафима за руки выводит, а он руки поднял и не может еще сказать, вывели его из, что служба кончилась. Бедный Серафим. Служба кончилась. Мы не дождемся, когда к шапошному разбору подойти, а его, так вот это самое. И мне тогда начинает говорить, я вот с чем говорю, а почему-то, это же столько лет, понимаете, тысяча, сто лет прошло и никто-никто, да не тысяча сто, я говорю, а тысяча двести пятьдесят, да никто. Как это так? Лепископы, там, богословы, доктора, богословы и все. А я говорю, бог ослов, это богослов, это бог для ослов. Бог ослов. Так что, этим не надо удивляться. Ослов много, Господь ослов не отвергает. Мне это дано было, я это без натуги сделал, почему я внутром переживаю. И вот, допустим, я издаю Новый Завет, он у вас есть. Ни разу никто его не выпускал с комментариями на Блаженного Фепелакта. Я даю 297 комментариев. На меня опять, ну а почему никто до вас не сделал, когда ознакомится с комментариями? Так, комментарии-то простые. Я их усиливаю местами из других святых отцов по двум пунктам. Первый, о необходимости изучать Слово Божие. И второй пункт, необходимость проповедить. Я ничего больше не трогаю. Слово Божие не буквы, а только Блаженного Фепелакта, Фепелакта как бы расширяю, делаю крупными буквами. И попы когда берут, считают. Я говорю, ну согласен, согласен. Говорит, но Блаженного Фепелакта такого нет. Почему? Так у меня на полке книга стоит. Я говорю, ты точно знаешь, нет, вот второе место, вижу, выделили, нет такого. А потом считают, сгодят. Ужас какой. Говорит, так у меня все это есть же. То есть, она книга выпущена, она стоит, и она мертвая. А моя книга заговорила. Я сделал крупным, жирным шрифтом. И повторяю в этих комментариях, повторяю. Он говорит и так, не проповедуя себя, не можешь считать христианином. Я опять добавляю, не проповедуя, не можешь считать себя христианином. Дальше несколько слов. Почему же нас к этому не приучили, что не проповедуем, ты не можешь стать христианином. Я раза четыре вдалбливал мозги. Это не я делаю. Это не я делаю. Еремея говорит, я хотел бы молчать, но внутри меня был разлит как огонь. Я удерживался и не мог. Вот фильм Еремея, вы видели? Когда его бьют там, он стоит уже на четвереньках, голову поднимает, разбитый весь. И так говорит Господь. Вот нам чего не хватает в государстве. Ни майки срывать. А вы, вот к слову сказать, вы знаете, вот там когда в театре устроили этот шабаш, что они там, православные-то. Ну да, я... Так он на моего Володю они соединились. Он там на меня-то еще гонит какую-то пургу. Этот, который называют там как-то Антео-то. Его звали Дмитрия. Дмитрий. Ну как-то бы свести его. Он очень дерзкий. И мне жалко его. Он хороший. Он просто погибший. Его убьют. Если он не сойдет с этого пути. Им пользуются как провокатором. Как попом гопоной. Он сильно смотился с Кураевым. Ну Кураев его там осаживает по всем статьям. Ты же наркоман. Тебе три года только ломкой надо занимать. Щенок. Тебе учиться-то надо. А ты... Он как кинулся на Андрея Кураева. Он вообще безрассудный. Приходит в редакцию с этим... с кирпичом сидит. Бить окна, где... Нет. Сейчас ходят, они майки срывают. Ну рано или поздно ты сорвешь тех, которые голову оторвут. Ему вопрос задают. Ну а если сильные, крепкие ребята? А его сейчас принимает Дмитрий Смирнов. Ну, это проще всего. Разлепешься в кресле и послать этих... Он не понимает ничего, что это. И мне... Да кто вы такой на меня там кто-то... Я что сказать могу на Володе? Кто он такой лапкин? Он в деревне, старик сидит, он ничего не понимает и видит. Он даже ничего не попытался узнать ни в интернет зайти. А я о нем все узнал. И себе выставил ролик. Меня попросили рассказать. Вы его видели, нет? Я отвечаю. И так я там набрал про него хорошего-то. Набрал там не меньше десяти роликов-то. Я о нем сразу стал молиться. Господи, да не погибнет он. Он хороший человек-то. И видно, что он старается. Но он совершенно не тут степь гонит. А что нужно делать? Молиться. А когда ему молиться? Когда они ищут какую майку сорвать? Все бы это было. Больше заниматься нам нечем. Ты помолись о нем. Вот так. Если будет у вас возможность как-то связаться, как-то вывести его на скайп со мною. Дать ему можно этот логин. У него в контакте стоит. Не знаю. Он вряд ли пойдет. Он на Володю его сейчас вызывают, он не идет на это. Я тоже думаю, не пошли. Я щадящий режим выизбрал. Разговор это. Это интересно, у нас епископ наш был, Ихтих, Икурочкин-то. Потом он домодедовским у патриарха Кирилла был. Ну, я это другим рассказываю. Я когда вот почитал к Игнатию, думаю, как же мы с ним будем ладить-то. Ну, ну, так я ко всему строго-то подхожу-то. А приехал, как будто подмена какая-то. Он совсем не такой, как в книгах. У нас такая ласка, такое внимание, такой ему обиход. Шагу не шагнет, где бы под руки не поддержали. И он другим это все рассказывает. Я-то только должен возвестить. У меня другой-то цели нет. Я тебе сказал вот сейчас, что крещения у тебя нет. Я тебе прямо сказал на твой вопрос. Надо креститься. Как? Тебе нельзя погружаться, но ты можешь окунуться. Но тут еще окунуться, говорю, это облитым быть полностью. Но тут еще один вопрос. Что если его крестили в болезни, клиник называется, а он выздоровел, ну, ему 35 лет, он подходит под каноном, что больше 30 лет это 6-й вселенский собор, 14-15 правила, разрешает быть священником. Но так как он крещен был в болезни, из-за болезни, то его в священники ставить нельзя. И только в крайнем случае на безрыбье и рак рыба. Если никого, нигде нету, тогда можно. Почему? А потому что он недобровольно принял, а ему нож, смерть поставила вот сюда вот, и он поэтому принял крещение. Я каждый раз удивляюсь. Святые отцы на соборах были. Вот эти правила, о которых я говорю, это правильные правила, сильные правила, духоносные, щадящие. Вот вы, например, приводите, сравниваете обрезание с священником. Более точного, наверное, нету примера. Да. Бывает, обрезать, взять вот и обрезать там, да, не обрезал. Я тебе просто поводили ножом по телу, будет обрезанием считаться. Так и здесь. Обрезание, а вы, говорит, обрезание обрезанием нерукотворенным. Колоссянам 2 глава 16 стих. Он об этом говорит. Обрезанием Христовым вы погребены в крещении. Погребены. Почему говорит об этом Кирилл Иерусалимский? Мы, говорит, скрываясь в воде, умираем. И выныривая, выныривая, когда ты стоишь на кафельном полу, выныривая, мы обретаемся во свете. Вот у меня материал о крещении, я его постепенно добавлял и добавлял и добавлял, когда находил новые материалы. Ну, когда начали распространять, я издаю на свои деньги, бесплатно раздаю. Ну, раздали около церкви, а некоторые люди пришли к батюшке, вот, новоалтайке, я сейчас не знаю, кто там был погибл, отец Михаил или Данькин, но мне рассказывал тут один. И он, говорит, священник вышел, а он не знает, что именно он раздавал-то. Тут раздают некоторые. Это Лапкин, это сектанты, баптисты, вот как надо делать. И берет о крещении, разрывает на куски и бросает. А там у меня 136 свидетельств из Библии, из канонов. Там громадный труд в один. А у меня листики, это одна газета за науку, университетская. Главный университет он был когда-то, Алтайский государственный университет. У меня близкие отношения с главным редактором, Клименко Владимиром Федоровичем. Я договаривался, вкладыш. У них 999 экземпляров газета. А и он делает мне, я заказываю ему, сколько вкладыша, а вкладыша 25 тысяч. Я выкупаю, и все, он мне ее печатает, ну 25 тысяч, это что-то. И теперь я ее раздаю. И которые принимают как вот попы, они их рвут. Но я говорю, а уже рвете-то не мое, я же для Бога это посвятил. Я их маленько осаживаю этим. Это не мое. Вот ты книги пришел и выпрашивал, для моего батюшки надо, вот надо, прямо никак, он бедный. Убедил меня, я ему дал книги. Вот трехтонник от Нового Завета, он 2 тысячи стоит. Вот все, поверил. А священник приходит, в храм оказывается, а там наш человек есть. Ну я к примеру говорю, из разных событий стыкую, и говорит, братья и сестры, у нас тепло сегодня в храме. Они говорят, да, батюшка, спаси Христос. Так это Игнатий нам, мне дал тут вот трехтонник, я его сжег, поэтому так тепло. Они похваляются, совершая грех. Стыдятся ли они, делая грех? Нет, не стыдятся. Пророк об этом сказал. Ну и что из этого? Он сжег-то не мое, почему? Так я Богу это отдал, я же ради Бога это делаю. Поэтому, как, это и совсем никак? Никак. Мы нигде не считаем, какая жалость была у Авраама, только Златоуст это говорит. Почему? А он ему уже не принадлежал, Бог его взял. Это был единственный за всю мировую историю случай, когда Бог потребовал жертву. Я вчера выставил ролик, вот есть такой ролик, по-моему, у баптистов, есть дом хлеба, вот у них передача такая, и вот там выступает один, их там, как его назвать, пасты. Не Шевченко Александр? Ну вот, по-моему, да, вот Александр. А Дезитинь, у него прям проповедь такая горящая, а он плачет такой, вот, видимо, у него слезы вот не держатся, прямо когда он проповедовал. Я выставил на странице, и все, и меня, прямо через пять минут, а, ну вот ты, Сережа, тебе осталось только еще шаг, потом еще шаг, и все, и ты отошел от церкви. То есть уже сказали, что я уже не православный, вот, за это уник. Знаешь, Сергей, хорошо запомни выражение Анна Златоуста. Мнение этих людей для тебя должно быть, как пис комара, прислушайся, возле уха пролетает, жужжание жука, возле другого уха, и третье, карканье вороны. Вот и все. Пожалей этих людей, они ничего не знают, они слепые. Есть такой густ на костре, стихотворение, написанное Тютчевым, о бьяне гусе, гус на костре, как бабка одна приносит дрова, подкладывает, она служит, она думает, что этим служит Богу. И стареца простая, не позабытая, с тех пор, как принесла, крестьясь и воздыхая, вязанку дров, как лепту на костер. Вот так. И так и эти люди, они думают, что служит Богу. Это поповское все научение, их отрыжка. Да, вот чему я делаю, я же все хочу сказать. Она же даже не посмотрела, не посмотрела этот ролик, она буквально сразу дала, то есть увидела картинку, там стоит протестант, и все, она дала заключение. Ну как так? И вот в основном, вот такое вот, почему злоба-то такая, я не понимаю. Он же проповедует Христа раз пятого, вот он проповедует Святое Писание, он же не от себя говорит, он же говорит, то, что... Это Дух Святой вложил ему, Дух Святой. Апостол говорит, как бы не проповедовали, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Как бы не проповедовали. Ты же возьми, научись от него, он же там ни слова от себя не говорит, он чистое молоко дает. Ты же научись, оба послушай, научись этому. Как же так? Именно так. А вы, ну я вижу, вы много очень знаете, наверное, слышали Ярла Пейсти? Нет, конкретно слышал, но я не знаю. Очень просто. Зайдите в YouTube, и Ярл Я, Роман Леонид, Пейсти. А это американец он, да? Он швед. Он по-русски проповедовал. Я первую проповедь настоящую услышал от него. Это было в сентябре 1962 году, когда я покаялся. Когда меня судили, у меня была коллекция его проповедей, редко у кого в стране у нас было. Притом я получал, практически прямо со студии у него, это был радиопроповедник, 132 часа слушать. Но учитывая, что каждый проповед 20 минут, ну, теперь умножь на отряд, это 360 примеров проповедей. Это мне было поставлено в длину. Вот это проповедник, ты только сейчас заведи его, и будешь слушать. У него есть там небольшие отклонения, есть там в толковании, но не православный. Ну, сколько же у него сил и веры. Я однажды еду с магнитофоном в поезде, ну, свидетельствую, люди внимают. Ну, я говорю, хотите послушать проповедник? Давай. Я включил. Может, один говорит, знаете что, я не верю в Бога. Но я верю, что вот он верит. Он говорит, такая у него вера, что я верю, что он верит. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе неба появлялась дрожащая к небу, рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Проповедник Беда. Не знаете такого? Яглова Полонского. Стихотворение есть такое, очень хорошее. Он как шел в горах, там все описывается, горы какие, что подробно. Ну, мальчик устал, или ягод, у него поводыр, ягод свежих отведать, или слепца хотел обмануть. Он говорит, пришли люди, начни проповедать. И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой. Из ус его бледных, живою волною, высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе неба являлось, дрожащая к небу рука поднималась. И слезы текли из потухших очей. Ну, вот догорела заря золотая, и солнце лучше вне, кажется, погиб. И слышит, связь и толкая, довольный старик, никого уже нет. Но только замолк он, от края до края, аминь, ему грянули камни в ответ. вот такое стихотворение есть. Яхрен, это, господи, вот. Это Господь дает людям положить это на сердце. И вы услышали это проповедь. Так а что, они Дух Святой имеют? Я говорю, а вы слышали такое? Никто не может назвать Иисуса Господом, запятая, как только Духом Святым. Вы считали первое коринфянам? Ну да. Ну а как? Они его признают Господом? Ну да. Так а адвентисты признают? Тебе зачем перечислять? Все, кто признает его и Господом, небо и земли Иисуса нашего, Христа, это от Духа Святого. Это Дух Святой дал. Без Духа Святого никто его не может признать-то. Так они что? Да тут и оно, что они засохли на первой ступеньке. Они дальше не идут. Они не идут в церковь. А дальше проповедуют. Это от Духа Святого. А как дальше? Без церкви нет спасения. Я не могу ничего сказать. Да что они, все в ад пойдут? Я этого не говорил. И они не спасутся. Спасает Бог. Не Игнатий и не Сергей. Но я знаю, вне церкви нет спасения. Церковь это корабль. Так у вас, вы же подговорили прямо, что нет священства, значит нет причастия. И люди, ну люди, это Христос сказал, нет в них жизни. Вот. Бьется. Ну что я могу сказать? Подожди. Так, когда мне кто-то одновременно звонит, что может сделать? Да и ничего. Принять его и все. Но я не хочу от принятия, отказаться. Нажму и все, да? Ну, возможно отказаться. Все, отказался. Мне дороже с вами побыть, брат. Ну вот, я тебе, наверное, уже на толок в голову-то полно. нету, нету, Нормально. Я сейчас еще вопрос один есть у меня, по первому вопросу, значит, есть же указание криста, что если смещенник женился, да, и после смерти его матушка не имеет права выходить уже замуж, да? Такого нету правила. Нету таких правил. Нету таких правил. Нету, нету. Правило есть такое, что если он священнослужитель, и то девок, и священник, и у него умерла жена, то есть он свободен, он жениться не может, он может жениться, но сам снимается. Все. Он просто не отец мертв. после смерти священника матушка как? Ну, по Ветхому Завету, которая есть, она могла выйти замуж только за священника. Это у евреев было. А у нас никаких ограничений уже нету. Ее это не касается. Ну, пусть она справит ему 40 дней, или год там, ну и все, и выходит замуж. Правила нету. Вы хорошо слышали? Да, этим тоже. А если кто-то скажет, что есть, скажите, покажите, какое правило, запишем, какое правило какого собора? И что об этом говорят толкователи Вальсамона, Аристин? Пускай покажут. То есть, есть просто случай жизни такой, да? Да. Она, матушка, выходит замуж, вот, живет со вторым мужем, вот, и далее, значит, она тоже решается не постричься монахини и понимает постричь, вот, что она, то же самое. Прямо интересно, как у фараонов, умер фараонов, всех жен убивают, туда же ему, и лошадей режут, и слух, бараны православные, глупые и тупые, нет этого, это было у евреев, они просто прицепили еврейское правило, которое к нам не относится, к левитам. Некоторые говорят, я говорю, ну вы ездили, куда ездили? Да мы ездили, вот с нами батюшка ездил на поклонение, я говорю, а посты соблюдали? Ну а кому же паломники? Я говорю, еще? Паломником пол бы вас кто-то ударил бы, откуда вы взяли? Да, когда написано, я говорю, это в Коране написано, когда путешествует он, и когда на войне, то поста нету для них. Вы все, все подгребли к своему чреву, и от буддистов, и от коммунистов, и от мусульман, лишь бы лопать и лопать. Ну она же вот, допустим, при втором живом муже, она дает обед, и Господу обед дает. Какой? Что не будет выходить замуж? Нет, потому что она принимает посты, она... Пускай принимает? А в чем дело? Ну а муж-то живой второй. А как у нее муж? Она еще после мужа священника вышла замуж? Да. Ну а теперь что, вышла замуж законным, вы ее венчали? Венчали. Она не может уйти, мы читали, Гангшинский собор, 14-е. И постыгли, все она монахи, не считает себя. Это беззаконно, и никакого монашества там не может быть, вопреки мужу. Если он ее оставил, оставил, и сам идет в монастырь. Тут правило-то простое, так было у Никона. Он ее постриг, и сам стал монахом. У патриарха Никона. Там, смотрите, какой такой случай. Он ее не оставляет. Они, в общем, у них происходит какой-то разгор в семье, да? Вот он живет в другом городе, он уезжает в другой город, но он, как бы, согласен вернуться к ней. Она говорит, все, ко мне не возвращайся, я монахини пострирую. Вообще-вообще ужасно просто. Задиви свои тряпки, отдай мои куклы. Ну, так же они рассуждают. Это Богом, перед Богом же. И постригает-то не человек, а Бог. И венчает-то не на земле, а на небе. Браки совершаются на небесах, как пословица говорит. Ну, вот, и то есть она уже все, она склонилась к тому, что вот у меня есть первый муж, да, и я вот ему посвящусь, а ты, типа... Беззаконник, я сказал, как надо поступить. Дальше с ними разговаривать нет. Им нравится блудеть, пускай блудят. Ей нравится беззаконничать, пусть беззаконничает. Почему? Потому что Библия заканчивается так. Святый да творит правду еще, а не счастливый да творит не счастье. Да. Ну, ходи, юноша, поведение отчей твоих, но только я знаю, что за все это Бог приведет тебя на суд. Какое отношение к церкви имеет? Церковь никого их не знать не знает. Это все за пределами церкви. Церковь святая непорочная. Не могут церкви быть беззаконники. А раз цвета непорочные, а это беззаконие, значит, они не в церкви. Они выпали из этой обоймы. Их там нету. Ох, ну, я так немного разбудился, у меня меняло сочи не было. Если я тебя спросил, я тебе натолох-то сегодня по черепной коробку-то, хватит тебе? Ты говоришь, я выдержу. Пока хватит-то, а то ты забудешь кое-что. Вот вопрос у тебя задам, я тебе открываю, какой собор, скажу, в каком году он был, в городе таком-то, такое-то правило, 14-е, пусть они что-то покажут. Ты второй вопрос спрашиваешь, там, это жена, я тебе говорю, послание к кремлинам, послание к коринфянам, два места в Библии, которые об этом говорят, пусть они покажут. Дальше, на это еще есть несколько канонов вселенских и поместных соборов, потому что я не стал открывать. Ну, это да, однозначно. Уже второго вопроса и ответа не может быть. Нет, никакого. Другой ответ, это только за пределами церкви. За пределами церкви, к тому не имеет отношения. У церкви свои книги. Библия, святые каноны, правила. И каноны все надо соблюдать. У нас сегодня действующих 719 правил. Всего. У евреев 613. По количеству костей в человеке, как они говорят. Ну, как же, они живут. Я тоже общался там с евреем. Вот я вот по этим заповедям тоже курай, вы, вот смотрите, или это у стеняевый, ну, ты его не исполняешь, там есть правила, выйди застан, возьми лопатку там, сходи и закопай там. в песке. Это же правила тоже. Они, ну, они не исполняют, там, половину правил. А он говорит, да вот, он крутил, 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 его потом говорит, да есть у нас, говорит, один выход, говорит. То есть, выходим мы, значит, на праздник какой-то у них, берем петуха, надрезаем ему эти лапки, вот, и крутим его, от шляпы. То есть, так мы избавляемся, как говорится, получаем прощение. Это все, значит, талмудисты, они врут. Ну, они придумали правило, что идти нельзя, кроме субботнего пути, а по налодке плыть можно. По воде. Он еще, грелку под задницу и поехал. А или когда свадьба идет, надо переезжать расстояние-то больше, они, говорит, один впереди идет и на колеса воду льет. Ну, это, как говорится, еврейские штучки, как не у Михалкова один герой из фильма 12, говорит. Все это еврейские штучки. Ну, что, посмеялись, да и все. Да. Россияне, нам лукавить нельзя. Ну, это то же самое мусульманские, как они до заката солнца постятся, а после заката бегут и набивают чрево свое. Ну, а это у них правило. Это правило. А у нас-то у православных поста-то нету. А я только меню, меняется и все. Я соблюдаю все как по православному. Сегодня у меня рыба разрешается ради введения Божьей Матери с 4 декабря. Ну, и какой у меня пост-то. Я умудрился даже три раза сегодня поесть. Ну, еще. Жена такой пирог шикарный спекла. Ну, и какой пост-то. У меня даже на ум не идет. Мяса я не беру больше 30 лет в рот. У меня вообще поста нету. Бывает, молоко попадало там когда-то. Да и то в месяц раз. Но это только замена одной пищи другой. Подлинный пост ни пить и ни есть. И когда нас в этом упрекают баптисты, они правы. Мне часто занятия в университетах, когда я вел в разных, задают вопрос. Вот баптисты говорят, что пост такой-то как доказать? Я говорю, а что доказывать, когда они правы? Нам надо прислушаться? Так вы что, за баптистов заступаетесь? Нет, я за правду. Правда-то одна. Ее нет, баптистская православная. Так вот. Так, ну ладно. Я все понял. А еще скажу, что я занимаюсь платным сайтом. Уже оформил там около тысячи страниц. Уже делал я прям в платную. Я оставил иконы. Сейчас по имени заказа не принимаю. Сейчас делаю вот сайтом прям вашим занимаюсь от утра до ночи. Вот уже. Послушай внимательно. А я не пойму только одного. Почему ты отказался от резервной копии нашего форума? Ведь его можно перенести в одну секунду. Мне некогда заниматься этим. Я же говорю, я сейчас сайтом, я сделаю сайт, я сделаю, там будет все работать очень быстро и четко. Вот. И вы посмотрите потом с Игорем, и будет этот сайт возможно переставить на кристине 1.0. Вот такой вот сайт. То есть вот то, что я делаю сейчас, можно будет потом туда к вам перекинуть его. Нет, я-то думал так. Это у нас будет запасной, аварийный. На случай того, что совершенно независимый, другой пароль, все другое. Он не запасной будет, Игнатих, с чем он будет стоять вообще на первом месте. Он в Яндексе и в Гугл выйдет на первое место. А ваш сайт уже под ним будет находиться. Это будет такой раскрученный сайт, он будет очень посещаемый, будут заходить 9 тысячи людей. Я когда сайт готовили, я обратился, мне сразу несколько сайтов начали открывать. Там один в Америке, я просил в Индонезии, отношение было плохое, чтобы он продолжал работать одновременно. Так что я поэтому на том основании и подумал, что открыть второй, второй совершенно независимый. Допустим, меня тут заблокировали, что-то, ну, самодуров-то много какие. Вот сейчас-то было у нас целую неделю заблокированный администратор-то, который все вопросы задавал через контакты. 2500 человек отрубили сразу. Там так, как сейчас борьба идет в Гугле за мои эти ролики-то. Там целую компанию, они сговорились с собой, а администрация за меня. Ну, не за меня, за того, который... Они смотрят, ну, конкретно покажите, что не так. Ну, там баптистам, то другое говорят. Ну, это разве доказательства? Баптистам у нас многие ролики там... Они говорят. То есть, они нигде не лгут и не понимают, что когда они лгут, они уже проиграли. с ними Бога-то нету. Бог с лжецами дел не имеет. Да. Господь, вы как сказали, идет колесница, и я вот прям вижу, как буквально с каждым днем вот это все, вот колесница, а грохот ее все нарастает и нарастает. Я вот думаю, вот что-то прям есть прям Божие повеление такое. А вот смотри, мне сообщают, в каких местах люди, которые знают, где-то что-то открывают, которые вообще ничего не знают. Допустим, в Краснодаре. Из Краснодара-то Марьясов, может, слышалось, этот один там на меня выходит. Я, говорит, батюшке стал говорить, а он, говорит, Лапкина знает. Откуда знает? Слышал. Да что ты с ним? Он говорит, да книгу-то хоть одну бы ты видел? Нет, не видел. Ну, а что, не слышал от Лапкина? Нет, не слышал. Ну, батюшка, возьми, вот книгу посчитать дал. Потом спрашиваю, как? Ну, батюшка, ну, правильно он говорит или нет? Ты мне-то скажите, я ваш прихожанин-то. Правильно, да правильно, ну, а как это выполнить-то? Вот и все. Вы конкретно мне покажите. А они должны сказать определенно. Вот меня спрашивают, ну, вот они будут исследовать и будут говорить против. И что они должны теперь? Я говорю, они должны открыто заявить перед народом, что они безбожники. Конечный результат исследования моих трудов должен привести к тому, что они полные безбожники. Они не верят. Господь говорит прямо подвязающийся. За что? Говорит, за имя мое и Евангелие. Слово Евангелие стоит в одном ряду. И как это приблизилось Царство Небесное, то святые отцы толкуют, приблизилось в лице Иисуса Христа. В лице Его приблизилось. Они ничего не понимают. Все таинства извращены. Но наше дело говорить. И как же вы можете тут в православии находиться, а другого нету. Вот на моем листике, ну вот здесь, в Мейлруте, видите, какие выступают материалы там где-то. Это люди, которые никогда ничего не знали. Сегодня на меня один яговист, свидетель Югова. Поднавалился маленько-то, ну, что с ним разговаривать-то? А я знаю, что они хорошие люди. Я сидел с двумя яговистами в лагере. Замечательные ребята. Гончар и Буряк. И это тоже. Одна выступила там, Валентина Пивень. Хорошая такая женщина. Она, видно, из харизматов на Украине-то. Ну и говорит, Игнатий беседует, как всегда проповедует. А там и в Софии мужчина, похоже, женщина постарше. А может быть, неправильно я говорю. А я поясняю, на этом вот какое дело. Мы были в Софии и нас нигде не приняли, потому что храм был закрытый и время к ночи было. Нам надо выехать, где-то встать. Везде штрафуют. Выехать за город и где-то съехать с дороги-то. Ну, мы не знаем. Мы когда на красный свет остановились, а там мужчина, наш шофер-то выехал и говорит, вы не знаете, в какую сторону ехать-то нам? Из города выехать. Он стоял-стоял, а потом говорит, знаете, езжайте за мной-то. И поехал и вывел нас из города. И когда мы выехали, а уже солнце к закату было, и они разговаривают с нами, там рассказывают что-то. А в это время сфотографировали, я этот снимок-то поставил, он сейчас у меня стоит прямо на первом почти месте-то. Я пояснил, мы были там. И тогда один из яговистов вышел, как же так? Вот мы свидетели Ягова. У нас приехало столько-то людей, в Польше мы были, я нынче там назвал какую-то большую цифру. И у нас все обеспечено, там гостиница. А у вас как же так? Приехали вы из России, и даже вас никто не принял. Я ему поясняю. Ну, мы никому не... Ну, можно было позвонить? Как позвонить, когда это у нас была 15-я, допустим, страна? У нас никаких телефонов нет. Приехал не вовремя. Но нас Бог обиходил. Но где меня ждали? В Германии, я перечисляю там, в Грузии, в Азербайджане, на Украине. Нас там приняли, как будто мы там живем. Они нас и на дорогу снабдили, и денег в карманы натолкали. И он, видимо, ничего этого не шелал. О, так у вас и окружение хорошее. Я бы еще с ним сцеплялся, когда он правильно говорит-то. А другие сразу... Ну, я в конце сказал, я знаю, что он иеговист, я и говорю, и благодарение нашему Богу Иегове, сыну его Иисусу Христу. А другие, как он сразу задал, иегов. Так от того имя он, по Авраму так открылся. Восемь раз слова иегов в Библии есть, вы ни разу не знаете. До того смешно. Но он иеговист, да, иеговист. Но они чистые люди-то. Они живут хорошо. Они оружие в руки не берут. Они патриоты настоящие. Они Гитлеру не уступили ни в чем. И остались живы. Самая быстро распространяемая секта из всех, какие есть. Почему? Они идут от дома к дому. От двери к двери. У них четко и определенно. Пресс-Виттер должен в течение месяца не менее как 70 дворов посетить. Это больше, чем два в один день. А для них первые пионеры, там майоры, полковники, они так понимают. Они ариане настоящие. Они Христа за Бога не признают, а первое высшее лицо. Мало того, это Архангела Михаила назвать, тут бредня всякая. Но они хорошие люди. Хорошие для государства. Я общался так плотно. У меня женщина одна была православная. Я с ней общался тоже в ванной норовесице. Она умерла. Я ей говорю, ну смотри, я не буду считать. Я говорю, открой вот Библию и посмотри, сколько раз повторяется имя Бога и Его. Она мне понесла, говорит, что ты бредка такой несешь, какой Его у тебя предподельная библия. То есть, вот так даже не знает, а полжизни в храм ходит. Ну скажи, я не буду говорить Ягова, буду говорить Яхва. Тебе понравится? Правильно, это Яхва, Ягва. Это нам перевели Ягова, поэтому мы так приняли. А слово Ягова заменено в остальных местах семь с половиной тысяч раз почти что. Словом Господь. Семь с половиной тысяч раз. Ты вдумайся в эту цифру-то. Как оно сейчас-то употребляется, это слово в оригинале Яхва, Ягова. Ну мы приняли как есть. Это Феофан, затворник об этом говорит. Что говорит с людьми, которых священники не учили? Они должны учить. Ну как так? Вот я где-то отзываюсь о патриархе. Ну он правильно говорит. Почему я не должен хорошо отзываться о нем? Он сейчас вот мысль эту подал, что необходимо там благовестие образовать, нужно кружки там эти библейские. То есть он говорит абсолютно правильно. Ну и что? У меня есть такое одно. В одном месте я отвечал. Ну вот как-то вы, понимаете, меня упрекает, когда люди говорят, ну как тут вы о патриархе опять говорите, так хорошо. Я говорю, откуда мы знаем, о чем он думает? Давайте предположим, один вариант. То, что у него кличка Михайлов, КГБ-овская, там у Алексея была Дроздов. Ну узнали мы дальше, то что? Сегодня он другой. Он уже отошел. Уже называет, тоталитарный режим был и прочее. Да он генерал-майор КГБ, ну допустим. Ну я не спорю, спор закончится. Он генерал-майор. Но он говорит правильно. Он говорит правильно. И он может быть сидит и думает, вот сколько бьюсь, никакого толку нет. Был бы у меня хоть один епископ из двухсот, который по-настоящему верующий, чтобы вышел к народу. Да я бы такое сделал. Вот мы можем такое предположить. Я закончу сейчас, Сергей. Мне говорят, но основания-то никакого нет. Он такой его знают все, он как безбожник. Ну ладно. Ладно, там табачный он там, водочный, как называют. Но он может так думать, у него мозги есть, он умный человек-то. А епископ какой-нибудь сидит, он видит, что ничего попыток не делает, только ворует, говорит. Я посылаю служить, а они говорят, воруют, как у нас епископ Масейдич говорил. И он думает, был бы у меня, вот у меня сколько, 250 священников, большая епархия, ну хоть бы один, был верующий по-настоящему. Да я бы такое завернул-то и других обратил бы. А может какой-то священник-то покаялся, может родился свыше. И он теперь сидит и думает, прихожан, в другой раз протолкнуться некуда, достащий человек исповедуется. Ну был бы хоть один по-настоящему-то верующий-то, да я бы такое совершил-то. Так вот теперь я говорю, к нам и подошли. Был такой Алексей Строгородский был, тогда Сергий, первый сталинский патриарх. И у него очень интересная мысль. Он говорит, будет время всеобщего отступления. И Господь воздвинет особых людей, не облещенных саном, но облещенных особой харизмой проповеди. И они поведут народ к истине. Без всяких званий. Он имел основание это сказать. Я когда прослушал это, вот это его выступление-то, а он непопулярный среди зарубежной церкви, да меня это не касается. Я понял, эта речь идет обо мне. Мне это дано, я никаким саном, а люди бьются там, не знают, что готовы отдать. А меня сколько епископов не сватали, прям не выйдешь, пока не рукоположим. Я объясняю им, и мне это не мое, я не могу. Если бы вы меня рукоположили, и чтобы я не служил, тогда это можно. На случай, как тайный, вот заместитель у патриарха Тихона там был Полянский, другие, которые были, и Осип Петроградский, то я на это бы согласился. А так нет. Вот так. Даже если бы, если бы ее рукоположили, то уже через неделю бы сеть убрать. Здравствуйте. Мир тебе, Сергей. Вот он, Володя мой, стоит. Я повернул экран маленько, показать его. Вот он. Да, тоже трудится он, безмолвно так. Ну что, можем считать, что кое-что разрешили сегодня? Ну, конечно, много, много разрешили. Ну, вот это наша встреча, видишь, она была благословена Господом, потому что мы молимся друг о друге, мы любим друг друга, а это основное условие перед Богом, чтобы у нас на сердце было легко и свободно. Потому что препятствие молитве служит одно, и вспомнишь, что на тебя, брат, имеет, положи жертву твою. То есть, если не ты имеешь, а вы, скажи, имеете, имеете на меня, и молитесь. Чего вы молитесь-то? 28 глава, 9 стих, притча Солмона, написано так. Если кто отклоняет ухо свое от слышания слов Господних, молит от того мерзость. Вот и все. А мерзость это означает мерзавцы. Мерзавцы, из-за того, что вы ненавистники. Вы к Слову Божию прислушайтесь, скажите, что оно говорит нам. Еще раз повторю, Исайя 5,20. Если говорят не так, как говорит нам Святая Библия, я ее иначе не могу назвать, то нет там света. Вот и все. Это люди во тьме. И что я могу сказать? Мне говорят, а почему вы не защищаетесь, почему не говорите, там столько выступает. Зачем? Это моя награда. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодное Господу. Это моя награда. Я могу только сказать на любого, который хурит, благодать в устах твоих. Как протопопа вакуум сказал Пашкову, воеводе. Ну ладно. Ну да. Геннадий Тихонович, ну даже тысячи, я думаю, Господь-то еще сведет нас. Да. Ну в общем так, в это время, имею в виду, я тебе не ограничу никаким днем уже, все. Да, ну оставайтесь. Сначала по надписи, чтобы я сказать мог надписью, а у меня главное препятствие это Володя. Если его нету, то я скажу отложить на сколько-то. Вот. Это тогда мая месяца. Ну и все тогда, да? Да. Все. Покажи, если мы рядышком, встань со мной, чтобы видно было. Наклонись. Слава Богу. Все тогда. Кто будет злиться, там что-то хулить, вы скажите, вреда-то, никакого человеку не делаете, вы только себя губите. Я же за вас благодарю Бога. У меня нет врагов. Враг только тогда, когда я его буду считать врагом и припишу его в разряд врагов. А я их считаю моими благодетелями. За мои грехи, за мои беззакония Бог дает мне здесь немножко попариться от них. Ну и все. Ну я-то еще молодой, у меня-то еще кровь. Вы-то уже, как говорится, в этом утвердились, а у меня кровь кипит еще. Так. Ты вопросы все записывай, чтобы не забыть. И куда-то записывай, которые я даю ответы. Потому что читать вам намного труднее будет, чем в живе получить ответ. Потом ответы, вот вы их когда проверите, его увидите. Я привожу места Писания Библии, каноны открываю, прям книга правил-то. Называй жития святых, имена их всех, которые есть, и называй авторов, которые святые отцы называются. Все, у меня четыре, вот, есть пункта, в которые я всегда беру во внимание. На первом месте святая Библия. А у них ничего нету. А одни предрассудки. Ну, все. Ну, все, давай, выключай. Спаси тебя, Господи. Страшные слова ты сказал. Я сказал, помолчать, как бы, тризму справить, о людях, которые умирают некрещенными. Я скажу, что, слыша все о крещении, вот так сразу, ответ такой, как вы дали, ну, не больше пяти человек у меня было, которые это поняли. И вам Бог это уже положил. Вы уже не первый раз меня, ну, заставляете внимательнее посмотреть на вас. Вам это Бог открывает. Я плачу об этом. С Богом. Все, до встречи. Храни тебя, Господь, до встречи. Спасибо. Аллилуйя. Бог, Бог дает. Вообще, удивительно. Я рад. Сейчас, да не совсем я припомню, может быть. А, это как-то было то, он, друзья, кажется, просил. А я ему сразу выговорил. Я говорю, ты бритый? Или, бритый, я говорю, и платок какой-то на голове. Что тут так это? Он говорит, да я больной, лежу, у меня с головой тут так вот это. Я ничего не знал. Я извинился, и у нас, ну, пошел нормальный разговор. Благословен Господь. О, ко мне уже опять пришли тут. Я даже не думал уже опять. Ну, и что здесь?